Начать. О, Отец Константин. Разрешить говорить. Вы, наверное, тоже можете еще и видео нажать. Тогда у нас будет вообще замечательно видно. Здравствуйте, Отец Константин. Мы с вами это сделаем. Слава Богу. В пути Господни неисповедимы, а нашли другой. Их много, но мы нашли. Слава Богу. Спасибо большое, что вы постарались, что вы не оставили старания, чтобы добавиться сюда. Я знаю, что у вас большая загрузка, что у вас 9 часов уже следующее мероприятие. Вот мы 15 минут с вами добавлялись. Спасибо большое, что вы посетили нас. У нас тут столько вопросов всяких разных есть. Но вначале хочу поздравить вас. Завтра у нас 1 сентября. И я знаю, что у вас дети. Я, как понимаю, они школьники. Ну, один, да. Одни школьники. Ну, у нас-то не только школьники. У нас учебный год совокупен начинается. А если мы говорим о церковном новолетии, то завтра начинается Новый год церковный. С 1 сентября вообще этот... Раньше везде был Новый год. Потом уже перенесён он был на Март. А с Марта уже на 1 января. Вот. Поэтому у нас ещё и новолетие с вами начинается. Как удивительно, да, мы сейчас только послужили, закончился Успенский пост. То есть Успение Божьей Матери. Вообще отдельная тема относительно смерти, жизни вечной. Вот. И у нас скоро будет Рождество Божьей Матери. То есть одним закончилось, то есть жизнь вечную. И вот оно, Рождество Божьей Матери. Начало пути пришествия Господа в этот мир. Бога-человека. То есть удивительно так. Оно всё так перекликается. Когда ты в это вдумаешься, не философия, что просто думаешь. А ещё когда ты был по святым местам в Иерусалиме, это видев всё своими глазами. И вот этот пазл весь сложился. Думаешь, почему так? И почему? Нелогично. А когда ты там, оно всё логично, всё сложилось. И всё ты понимаешь, что по сути, ну всё же просто гениально. Здорово, да. Слушаешь вас, вдохновляешься. У нас тут на этой неделе была такая тема. Вот я пригласила, чтобы вы со всех сторон мы эту тему разобрали. Сейчас очень популярна нумерология, различная эзотерика. И так интересно, что христиане легко интересуются этим и носят и крестик православный, и рядом могут ещё несколько вариантов различных амулетов носить. Как к этому относиться? Я, прежде чем начну говорить, вы же записываете, да? Да. Здесь умеете записывать. Хорошо, слава Богу. Ну, давайте в совокупе скажем, что творение не может быть значимым или выше творца. Это однозначно. Поэтому тут просто включаем логику, духовную логику. Понимаете, есть физические законы. Грубо говоря, если ты прыгнешь с пятого этажа, ты разобьёшься или как минимум калекой останешься. А есть духовные законы, которые тоже, они не зыблемы, они естественны. То есть, когда ты каким-то моментом духовным заболеваешь, не надо говорить, что это Господь тебе попустил. Это ты естественный духовный закон нарушил. Есть заповеди, которые тебе Господь дал, от тебя зависит, соблюдаешь ты или нет. Господь тебя постоянно пытается вытащить из этой ямы, простите за грубо слово, дерьма, которой ты сам туда лезешь. И оно уже воняло, когда ты к нему подходил, к этой яме. Но ты сказал, авось. А Господь не ерошка, видеть немножко. Поэтому он говорит, ну хорошо, вымази-кася, ну-ка прыгни. Ну я всё равно тебя люблю, и ты будешь весь по уши в дерьме, а я тебя всё равно буду любить. Я отмою тебя, только скажи, каюсь. Ведь чем мы омываемся? Покаянием. И слезами покаяния, добродетелями. Вот, поэтому здесь утрачено самое главное, почему вот это всё сегодня у нас так обильно и много. Это начиная с 90-х годов, когда эта железная занятость рухнула. И вот это всё хлынуло в Россию, бедную матушку Русь. Всё много, и начиная там от минимального и заканчивая там всякие и тому подобное. Вот, с их последствиями. А суть-то, что потеряли? Что произошло? Человек, зная, что он творение Божие, образ и подобие, он сказал, не хочу. Хочу быть обезьяной или от обезьяны. И хочу, чтобы не Господь управлял моей жизнью, а чем я хочу. То есть я, имени Бог, я ещё больше отдам в раю, который падший, который захотел быть равным Богу. Или даже, прости Господи, до такой сравнения, может, близкий Деницей, то есть который ещё больше хотел быть равным Богу по своему могуществу. Только где человек, а где Дениц? Хотя, тут тоже, человеку больше дано, чем Деницу, да? Если взять особенно духовенство через апостолов, епископов, священников, как написано, да? И даю вам власть прощать грехи лютые. То есть прощать и разрешать. Ангелам не дано. Да. Господь только может прощать. А тут Господь благодатью с того духа даёт апостолам, и же с ними по духовной преемственности. То есть человек утратил желание быть образом и подобием Божьим. Образ мы все понимаем, но может просто кто-то не знает, я буду пояснять. Образ это внешний, а подобие это внутренний, духовный, разное как минимум состояние, как минимум частичка Божьего, наша душа. Поэтому возникает вопрос, если ты утратил образ и подобие Божьего, то ты кто? И вот тут я родился в год крысы. Я крыса. Замечательно. А я свинья розовая. Ну, замечательно. Так а где ты человек? Если ты хочешь быть равным Богу, мы можем быть равным Богу, только по благодати, а не по природе. Это разные вещи. Господь сам говорит, будьте совершенны, как Отец, который на небесах. Мы стремим тебя к этому совершенству. Но мы сами себя отдаляем от этого. Делаем энное количество шагов. Могут здесь возразить. Батюшка, ну как же так? Ведь благодаря астрономии нашли Христа, волхвы пришли поклониться. Ну, давайте так. Во-первых, было некое светило. У этого некоторого светила, которое двигалось, а не стояло на месте. Это тоже важный момент, которое вело к месту пещеры рождения Богомладенца. И некоторые святые отцы, часто Синьян Златоуст, святитель первых веков, он говорит, возможно, это ангел вел. Потому что пастухам ангелы явились и воспевали, слава Вышнему Богу, за мир, мир, все это было велик. Почему это не мог быть ангел? Ну, так высоко, дабы вести мог. Разве Богу что-то есть невозможное? Все Богу возможно. Поэтому относительно, опять-таки, ангел вел к Богу. А здесь речь идет, что светило управляет нашей жизнью. Или даже еще грубее, скажу, глупее, когда говорят судьбой. Какой судьбой? Что такое судьба вообще? Люди, вы вдумайтесь. Что такое судьба? Судьба – это предопределенность. Мы не часы, которые нас завели и все, и оставили. Нет. Мы чада Божии. Ну, правда, разная степень близости к Богу. Ра Божий, да, как служитель. Друг Божий, дружи мои, да. Чада Моя Господь по-разному обращается к нам. Но каждого любит. И каждый для него – это его творение, это любимый ребенок, который он ждет покаяния, как от блудного сына, который бегает от него. Хочу развлекаться, хочу вот так, хочу вот так. Понятно, что мы не все можем аскетический образ жизни вести, как Иоанн Креститель, допустим, в пустыне, Мария Египетская и другие угодники Божии. Не всем это, в том числе, потому что у каждого свой определенный потенциал. исполнитель не всегда может стать композитором. Он только может исполнить, он может хороший профессионал, но нет у него. Или как, не может человек без слуха, вот, как говорят, слон или кто-то, медведь на ухо наступит. Ну, не может он исполнить это. Ну, вот не дано. Зато в другом он более гениальный. Господь сотни даров и талантов человеку дает. Но он дает, а не светило и какой-то гороскоп. Еще один случай есть, вот вы говорите, про талант. Мне очень часто задают вопрос, и им не нравится, как я отвечаю. Поэтому я пригласила вас как авторитета, вот вы сейчас и ответите. Бабушка, она читает по Библии, она ходит в храм, и она так хорошо снимает порчу. Она правильно прошепчет, вот она скажет, но она же верующая, она же во имя Божие, она это все бесплатно делает. И мы вот к ней ходим. У нее же это дар Божий. Ну, давайте немножко различим. Господь на самом деле может дать талант, скажем так, по праведности человека, молитва праведника поспешистующая. Ну, бабушка бабушке розни. Давайте как один пример, который реальный был, Царство Небесное, ее звали Татьяна Васильевна, которая испытала клиническую смерть, и после этого она стала понемножку, скажем, помогать спиночке лечить. То есть она стала сначала массаж, а потом вот так Господь управил, она на баночками, скажем так, ставил баночки, помните, в советское время такие вот. Вот, и выравнивать. И я видел этих людей, я видел тех колясочников, которые к ней приезжали, и со временем вставали на ноги. Но, почему я ее вспоминаю? Она, будучи православной христианкой, каждый веру в человек начинает дело свое с молитвы. И она читала Царю Небесный, Отче наш, перед своим трудом. А потом трудилась. И многие говорили, что это по незнанию, по необразднованию, что это бабушка молитва лечит. Вот. Хотя она именно лечила вот такой методикой, и все, что ей жертвовали, она давала на храм, даже не храм, она, скажем так, построила храм, за эти пожертвования. Сама жила на пенсию. Вот. И, по сути, конечно, она молилась. Можно взять других людей, которые более угодны Богу, по молитвам которых Господь врачевал много. Допустим, Иоанна Краштаскова вспомнит. Сотни людей исцелялись по его молитвам. Но, опять-таки, они все призывали к Богу в итоге. А не я тебя врачую. Это первый момент. Понимаете? Господь, по моей тоже недостой молитвы, как-то так уврачевал человека. Но это не я. Если бы не Господь... Давайте святых возьмем. Не святые помогают, а их просьба молитвами, обращенная ко Господу. Возникает тогда вопрос, если Господь помогает, зачем святые? Ну, логичный вопрос. Потому что в их жизни, в жизни, по церкови называется, житие, был тот или иной момент, который они столкнулись, пережили. Ну, допустим, Мария Египетская была блудницей. Она справилась с этим грехом. И мы молитвами обращаемся. Ее же молитвами, Господи, Мария Египетская, врачуй, избавь меня там от блудных помосок, от отземен и далее, далее, далее. То есть на основании жития. Ну, ты, Господи, без Господа ничего не может быть. Вот. Если мы берем уже бабушек, там, читают они и тому подобное, возникает логичный вопрос. Кто благословил? По благословению какого священника, епископа, она это делает? Если она-то самочина, тогда это по гордыне делается. Тогда это никакого вообще отношения к церкви не имеет. Вы говорите, верующий, так и бес верует в Бога. Но он его трепещет. Он его тоже... Помните, когда Господь на горе искушение искушал. Он цитировал священное писание. Пойди, прыгни, говорит, и не притнейший камень, ну, ангелам же ты сказал. Они спасут тебя. Ну, они даже молитву читали, только они безверно читали. Это как текст просто. К сожалению, и люди молятся иногда. Ну, надо же прочитать там. Прочитал. Фу, все. Так это не молитва. Молитва – это от разума, когда ты понимаешь, с кем ты беседуешь. Молитва – это диалог. С кем ты беседуешь, и в сердце умно-сердечная молитва. И небезразлично это делаешь. Потому что, если ты только разумом, ты прочитал текст, ну, ты образованный, школу закончил. Если только сердцем, то это эмоции. Как хорошо. Аллилуйя. Нет. Такие вещи у католиков доводят до стигмы. Это когда раны на руках, на ногах, до истерики себе доводят. Это противоположность. А когда ты разумна и сердечна, то ты это делаешь ответственно и с любовью. Поэтому, если мы возвращаемся к бабушкам, то бабушка бабушки рознь. И в совокупе, не побоюсь этого слова сказать, 99,9 – это не от Бога. Поэтому апостол Павел говорит, испытывайте, проверяйте, чтобы, если дополнить уже эту цитату, чтобы не погибнуть духовно. Вот. Как покаяться? Еще раз. Как покаяться? Вот они осознают, мне пишут, Анастасия, занимались и эзотерикой, и гороскопом, и все это было. Потом, вот как сейчас привести дела в порядок? Как покаяться? Что нужно для этого сделать? Ну, я там буду говорить с точки зрения православия. Да. Понимаете, если человек осознал, а это первая ступень к исцелению души, осознание, то вторая ступень – это уже покаяние. А в тайне, у нас есть одно из таинств в церкви исповедь, когда ты приходишь ко Господу, я вот здесь подчеркиваю, ко Господу, и при свидетели на священнике говоришь, прости, милосердный Господи, тот и начинает эти грехи перечислять автобиографию. Господь и так знает, куда ты пошел, с кем ты, зачем ты. Священнику тем паче это не нужно. У него свои есть и грехи, и слушать биографию. Конкретная рана. Мы же не приходим к врачу и начинаем рассказывать. Вот я ехал, а потом приехал, а то все. По факту, что у тебя болит? Голова болит. Ударялся? Нет. Ну, значит, обезболивающе. Цитрамон. Понимаете? Если есть какие-то последствия, тогда священник спросит, чтобы понять корень этого греха, допустим. Ну, вот у меня чревоугодие. Хорошо. А гордыня есть? Вот это вот есть? Есть. Ну, значит, канон покаянный, почитай и уменьшай еду. То есть, есть грехи, которые цепочкой один за один цепляются. То есть, есть такая как бы наука, аскетика называется, в академии преподают ее духовной. Ладно, хотел немножко вспомнить. Просто, когда я открыл эту книгу, я говорю, что здесь читать, это все за меня. Вот. Пришли на экзамен по аскетике, а нас по трое, чтобы быстрее мы поотвечали. Ну, этот сам, я начинаю отвечать. Говорит, правильно, правильно. А вы, батюшки, согласны, согласны? Ну, ладно, батюшки пять, а вы по четыре. Ну, я шучу, немножко разбавляем. Значит, смотрите, мои родные, если мы все-таки вернемся к основной теме гороскопов, здесь интересный момент. Мы, когда едем в машине, мы слышим, просто хотя бы логику включить. А, давайте, я доотвечу до вопроса, а то я ушел. Я хочу, чтобы успеть на основной теме ответить. Значит, исповедь, читаем канон покаянный и идем на исповедь. Конкретно каемся в те греха, которые душу гложет. А вообще, мы каемся в трех направлениях. Грехи против Бога, давайте, с потолка. Не молился, не постился, когда начинали, допустим, какую-то фулу на Бога, говорить, что Бога нет и тому подобное, я молчаливо стоял в стороне. То есть, в молчании предается Бог. Мы читаем Священное Писание. Грехи против ближнего. Ну, не знаю, ударил, украл и далее, далее, далее. Грехи против самого себя. Гордыня, там, выпивал, курил, осуждал и далее, далее. Ну, хотя, примерно. Вот, и уже, если вы готовились к самому главному, постились, вы читали последовательное соединиться со Господом посредством принятия тела и крови в себя. Понятно, что мы нереально кого-то убиваем, там, ни кровь, ни мясо. Нам преподается реальное тело и кровь Господа под видом освященной просворы и вина. Как Господь на Тайной Вечере сказал, вот это сей телом мы, сей кровь мы творите, воспоминаем моё. И мы соединяемся со Господом. Хотя, это тоже отдельная тема, очень много интересного можно рассказать за причастие. Вот, поэтому, если мы говорим как исправить, начать вот этот путь молитвенно, покаянно с таинства и уже далее-далее. Вот, я просто за гороскоп вернусь. Я вспоминаю, значит, сначала абсурдность. Абсурдность в том, что когда едешь в машине, читают гороскоп и говорят, сегодня у Козерогов такой-то, такой-то день. И начинается сценарий этого дня, говорит. И тут миллионы Козерогов берем мы здесь и приняли. Вы что, хотите, что у миллионов людей одинаково? Вот так, если вы это принимаете, значит, у вас есть судьба. Вы сами себя запрограммировали на безысходность. А если я творение Божие, Господи, управь, как Тебе угодно для спасения моей души. Никак я не хочу, никак этот бред мне говорят. А Ты руководитель моей жизнью. Я отдаю Тебе свою жизнь, потому что Ты меня ведешь к спасению. Ты есть истина, свет истины и жизни. Что еще надо? Даже комичный случай у меня такой был. Пришел один человек, говорит, батюшка, что ты у меня так все шиворот на выворот? Вот я овен по знаку зодиака, что мне делать? Я ему говорю, ты знаешь, мой дорогой, если ты баран, ничего хорошего тебя не ждет. А если ты образ и подобие Божие, давай мы посмотрим, когда ты последний раз поверился, когда ты причащался, когда ты вообще рядом с Богом был. Потому что ты хочешь... По сути, это сегодня 90%, а то и больше. Сам Бог не нужен. Ты мне дай здоровье, дай мне, чтобы у меня деньги были, работа. Но ты мне сам не нужен. Почему? Потому что если ты мне нужен, значит, я должен под тебя подстраиваться. Каким образом? Выполнять заповеди твои. Подожди. А мне не надо заповеди. Потому что это тогда надо мне как-то отказаться от чего-то. Не пить, допустим. Поскольку мне нравится пивасик по вечерам пить, расслабляться. Хоть это и маленькая зависимость, но мне это удовольствие приносит. А так, получается, вместо этого нужно помолиться. Знаете, это классно для этих, для язычников. Вот есть, допустим, кто там, Нептун, кто у нас за это, или Меркурий, забыл. За воров торговли, кто у нас там у них отвечает. Пошел, своровал. Какие проблемы? Это мой Бог благословляет меня. Или Афродита, богиня блуда. Я пошла, погуляла по мужикам. Чего вы меня осуждаете? Афродита. Все нормально. Это вот, знаете, тогда логично, относительно гороскопа было бы, если бы, допустим, человек родился в какой-то период, если бы мы язычниками были. Ну, когда год Афродиты, или какой-то период Афродиты. И вот ты себя оправдаешь, я родилась под созвездием или под богиней Афродитой. Ну, вот моя жизнь так поэтому и стала. Ну, какая-то логика была. Ты хоть какому-то божеству, ну, любому, конечно, ну, привязывайся. А так, когда ты привязываешься к созвездиям, ну, родные, почему вы не привязываетесь к созвездию крест? Есть же крест в созвездии. Есть. Есть в созвездии Пеликана. Почему к нему не привязываешься? Ведь Пеликан, смотрите, какое изумительное животное. Он, когда его дети голодные, он от себя отрывает мясо, куски и кормит своих детей. Чем не образ Христа, который себя в жертву принёс? Вы сейчас разрекламируете, и у нас появятся последователи Пеликана. Почему-то наши люди, это как в Ветхом Завете, золотого тельца и вперёд, пока Моисей на горе был занят. Поэтому, наверное, это вот оттуда тянется, такая нутро человеческое, грешное. Мы ищем идола, ищем, кому бы поклоняться, кроме Бога. Да, ищут, где проще. Понимаете, с Богом надо жизнь свою менять. Ведь просто вот мы, давайте хотя бы до расстранения, мы вспоминали о Марии Египетской. Ведь, чтобы ей стать той, кем она стала, она ушла в пустыню, ела дикий мёд, акрит съела. На ней вся, не только, скажем так, одежда из сокла, и она обнажённой стала. Когда Зосима пришёл и увидел её, он говорит, отвернулся от неё, потому что обнажена была. Потому что для неё уже, ну, она, есть без разницы, голая она, не голая, она здесь среди диких пчёл, условно выражаясь, и гадов ползущих. Ей всё равно. Но он, когда покрыл её мать, и она стала, положил свою мать, чтобы она накрылась свою ноготу, она от него стала идти по воде. О чём это, говоришь? Её уже тело незначимо было, её духовная жизнь с Богом, общение. Но, давайте вспомним те места. Я был в тех местах, в Хиорданске, Господь меня сподобил. Ночью халадрыга, а днём такая жара, что лучше не выходить. Вот тебе жизнь поменял, чтобы кардинально спасти. А как для современников? Вот как для современников? Нам же тоже нужен образ. Потому что вот вы тот пример приводите. Для меня я бы хотела, я хочу жить с Господом. Что я могу делать? Я могу говорить о вере. Я стараюсь исполнять заповеди. Я стараюсь строить семейные взаимоотношения. Но Бог даёт милости какие-то вещи там выстраивать. Как вот с нашим современникам приводить пример? Нашим детям? Какие примеры, может быть, приводить? Ну, самый главный пример – это Христос. Потому что он как минимум, как минимум историческая личность. И он уже не вымышленный персонал, как герой Марвела, там, Бэтмен, Человек-паук и тому подобное. Он реальный. Это главный пример. И у нас есть его жизнь и описание. Как он пришёл, как он рос, как он трудился, как он любил ненавидящих его и призывал, благословляйте ненавидящих, проклиняющих вас, и как он принёс себя в жертву за грехи рода человеческого и воскрес, и показал, что вот такая же плоть будет у вас, как у меня, в жизни вечной. Как минимум во втором пришествии. Конечно, Христос, безусловно. Потому что без Бога не до порога. Начнём с минимального. Минимально, Господь говорит, кто верен малым, тот верен великим. Аминь. Не надо сразу себе ставить планку огромную. Всё, я сухоедением занимаюсь в пост. Подождите, но вы сначала хотя бы откажитесь от минимального. Ведь пост в пище, это замечательно. Но, допустим, святой Серафим Сороцкий говорит, питайте тело, чтобы оно не слабло. Слабе тело, слабе дух и не может противостоять греху. То есть акцент на духе, в первую очередь, на духовной жизни. А тело второстепенно, но значимо. Потому что человек, которого составен, дух, душа и тело. Аминь. И за каждым нужно ухаживать по необходимости. Вот. Поэтому в малом берёшь самый маленький грех. Какой ты? Ну, допустим, любишь ты сладенькое. Ну, допустим, вот Успенский пост только прошёл. Ну, не ешь ты много сладенького. Минимизируй до такой степени, что ты мог бы отказаться. Когда ты поймёшь, как с маленьким грехом побороться, тогда ты сможешь и дальше пойти, как спортсмен, к олимпийской медали. Это первый момент. Второй момент. В Священном Писании есть такие слова. Вера без добрых дел мертва есть. Где наши добрые дела? Давайте соотношение грехов и добродетель. И Святой Николай, простите, Николай Чудотворец, он говорит, мы согрешаем в день более 600 грехов. Словом, делом, помышлением, посмотрели, там девушка идёт красиво, ой, какая мне б такую, а он уже женат. И блудный помысл, и зависть, и далее, далее. Только мыслью, не говоря, что там, не дай Боже, к ней подойдёт и свой рот откроет или руки распустит. Поэтому возникает вопрос. Какие добродетели, которые будут во славу Божию, а не в твою? Вспоминаем опять Священное Писание. Пусть ваши добрые дела прославят. Ну, там не вас написано, а сразу Господь говорит, Бога, который на небесах. Аминь. Просто можно вставку эту сделать, что не вас, а его. Потому что без него у вас не было бы ни этого таланта, ни этих финансов, ни этих возможностей. Поэтому мы, в первую очередь, благодарим Бога за всё. Знаете, меня очень поразил диалог, мы общались, я пересёкся с Фёдором Емельяником. знаете такого? Да. И вот я задал вопрос. Ну, просто интересно. Помимо, а он уже сейчас очень верующий человек, я говорю, помимо ваших физических трудов, постоянных тренировок, тренировок, как вы думаете, как вы достигли этого? Ну, без секунды размышления, с помощью Божьей. Раньше я говорил, что вот какой я молодец. А сейчас я каждую победу свою посвящаю Богу. Потому что, если бы он не дал бы мне этого, то я не смог бы его прославить. И ничего бы не достиг. Каждый, апостол Павел говорит, каждый человек должен исполнить в том, чём наставил. Наставлен и на своём месте. Может врач быть богоугодным человеком? Может. Где-то за зарплату, где-то за благодарность, где-то во славу Божию. Может священник? Может. Где-то он получит большее благодарение, где-то он получит ту же самую зарплату, где-то он безвозмездно покрестит, повенчает, отпоёт. Может? Может. То есть, каждый человек имеет возможность сделать добродетель. Их масса. Просто, когда мне говорят, я не вижу, я всегда привожу пример. Если у тебя запотели очки, ты не видишь, но их можно протереть. И тогда ты постоянно будешь видеть. Когда это для тебя станет системой, ты будешь это видеть. Потому что Господь говорит, как же там, око, ну, как бы, ну, таки, давайте я простым языком скажу, что око это твои фильтры для души. Если, говорит, твое око темно, то ты в темноте споняешься. А если оно светло, и тьма тебе не объяс. Поэтому, конечно, Господь нам дает возможности, другое дело, принимаем ли их. Это уже другой вопрос. И ему ли мы доверяем, или звездам, его творению. Причем, заметьте, Господь, вот удивительный момент, об этом мало кто задумывается. Господь, ведь смотрите, в первый день дал свет, а потом в четвертый день сотворил солнце, луну, звезды, возникает вопрос, почему так? Да, чтобы понимали, что помимо светил, еще более есть свет, который не творен. И который более значим, который не имеет ни начала, ни конца. Потому что, если мы берем светило, давайте скажем, звезда, может, мы их видим, как они падают, они не вечные. Если мы полетим на другую планету, к примеру, как это научные деятели говорят, то с другого угла мы видим другие вообще созвездия, которые другое наименование можно дать. А с Земли мы видим другое. То есть получается, на другой планете у нас другой гороскоп? Ну, если так, логику такую включить. Получается, никакой не гороскоп. Другое дело, что люди уже соединили эти точки звезд и дали им какое-то наименование. Ну, хорошо, есть они, замечательно, что они есть. Ведь, смотрите, когда спрашивают, вы не признаете гороскоп? Что значит, не признаете? Мы знаем, что он есть. Признание делится на две категории. Знание и следование. Я знаю, как без, что Бог есть. Я знаю, что есть гороскоп. Другое дело, что я не живу им, я живу Богом. И надеюсь, что я от него не отпаду. Вот и вся разница. Ну, если хотя бы в двух словах. рот не закрывается, лучше вы поговорите. Нет, мне очень интересно, мне всегда интересно, как вы рассказываете, какие у вас бывают истории, потому что вы очень много общаетесь с людьми, и они приходят к вам, такие, какие есть, и вот эти истории, возможно, даже про тему того же самого гороскопа, поскольку на самом деле мы можем сейчас до кучи взять и суеверия, это наши подковы, наверняка вы освещают квартиры, дома, знаете, подковы, веники, бабки, ёжки, и кто ещё, кого они кормят, у меня тут Толик рядом, жабы золотые, которые должны правильно стоять, там же очень много всего, и почему-то наш верующий человек действительно, не зная, наверное, не знает, как же приблизиться к Богу, и поэтому легче поставить жабу, повесить веник специальный, подкову, поэтому такая тема, ваши примеры, нам интересно. Я вот буквально перед эфиром открыл Священное Писание и одно вообще хотел бы зачитать, если вы позволите, вот смотрите, служить для знамений последующих времён, что вот в последние времена будет об этом говориться в Новом Завете, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звёзды спадут с неба, и силы небесные поколеблются, тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земли, и увидят Сына Человеческого грядущего на облацах небесных, силу и слабую великую, Матфея 24, 29. Почему я это зачитал? Это ещё раз говорит, что ни луна, ни солнце, ни другие созвездия, не смогут быть значимы того, кто его сотворил, потому что они померкнут, и главный, кто придёт для спасения и суда, это Господь. Это ещё раз цитата Священного Писания подчёркивает, что выше Бога ничего нет, и никого нет. Сейчас про свет, про тьму мне очень напоминает, где, что мрак покроет землю, и тьма народы, а над тобой высияет Господь. Мне кажется, вот это вот потемнение или омрачение ума, она больше даже ещё идёт внутреннее состояние, читая новости, наблюдая за тем, что творится среди падения морали, нравственности, веры, и, наверное, вот эта тьма, и она и приходит, и покрывает землю, и обезумели в своих умствованиях. Вот, а над нами высияет Господь, Господи, высияет над нами светом своим. Ну, очень тяжело, на самом деле, быть твёрдым, когда, понимаете, у нас опыт, а что, у меня там 38, у вас там 18 лет, ну, я не буду же говорить, что там сколько лет, ну, вот, девушкам всегда вечно 18, вот, в совокупе там на максимум на всех вместе взятых, там, ну, потолок 100 лет, да, допустим, возьмём. я спонтанно цифру взял, вот, а у Лука во тысячелетия, и он ищет постоянно слабое место человека, то или иное, чтобы соблазнить его, поэтому, к сожалению, особенно молодёжь, которая сегодня гиперматериальна, для них нету каких-то добрых особо примеров, вы знаете, вот эту, сейчас период вот этих санкций, я даже, в какой-то мере, с одной стороны, я понимаю тяжесть людей, в том плане, что они много бизнес там утрачивают и тому подобное, с другой стороны, это хорошая чистка, ведь, посмотрите, наши дети, они живут же на этих героев Марвелов, а сейчас кино закрыто, правда, там китайские герои появляются, но, тем не менее, появляется немножко такое отрезление, потому что, если человек постоянно пьёт плохую воду, для него она норма, и когда он вкусит нормальную, он не поймёт, а что она никакая, ну непривычно, знаете, как нормальное молоко и магазинное молоко, то есть, это уже привык вкусно, а то какой-то запах там непонятно, чего там, или как густая, как сметана и тому подобное, то есть, человек, даже ещё один пример приведу, я читал, когда в Японии дедушку, который всю жизнь прожил в городе, его вывезли на природу, он стал задыхаться, и только его реанимировать смогли, пока ехала скорая, подтащив его в хлопной трубе, понимаете, насколько организм привык к этой отраве, в вечной, вот, поэтому, и по сути, эти все духовные соблазны, гороскопы, астрология, нумерология, это весь, это такие антидуховные, лукавые, лукавая попытка человека увести от Бога, от истины, а если они от истины, зачем она вообще нужна тогда, всё остальное, это уже ни к чему хорошему не приведёт. Ну да, тема, и обратно хочется говорить про то, что, наверное, нам нужно больше говорить про веру, наверное, нужно снимать христианские фильмы, наверное, чтобы была культура верующих людей, культура семейных взаимоотношений, и это популяризировалось каким-то образом, для того, чтобы люди это видели, им хотелось так, ну, наверное, сейчас мы к этому потихонечку приходим, я смотрю, в интернете появляется больше интересных людей, которые начинают говорить на тему веры, недавно видела, что была встреча межконфессиональная, православная церковь организовывала, молодёжь собирают, наверное, к этому мы и придём потихонечку. Может быть, придём, знаете, бывает такое временное затище перед бурей, мы также помним, что перед гонением на церковь, перед семнадцатым годом тоже большое духовное возрождение было, и много храмов строилось, поэтому вся история на спирале видна, и мы объективно понимаем, что рано или поздно всё равно будут и гонения на христиан, и достаточно будет сказать, что я христианин, и уже обрести Царство Небесное, не сейчас, как нужно трудиться, молиться, каяться, добродетели, а тогда достаточно будет сказать, что я христианин, и ты уже обречёшь Царство Небесное. Вообще рекомендую и для подростков, и, думаю, взрослым даже будет интересно, не так давно я прочитал книжку «Икона» называется, автор «Американская девочка», ну, девушка даже, и такая, знаете, я её когда читал, конечно, девочка немножко плаксивая, которая основная там героиня, но тем не менее это вполне реально можно рассмотреть как такая относительно пророческая книга, как за Христа можно будет претерпеть. Вот, для подростков вообще классно, прочитать можно за вечера, максимум за два, считается легко, единственное, что такая плаксивая девочка, чуть что-то там расстроилась, сразу плачет. Для девочек может и хорошо, а для меня, ну, что ты опять плачешь, ну, зубы, руки, воля, всё, вперёд, биться до конца, ну, это уже такая больше муская позиция. Ну, что у нас время без пяти, я прощаюсь с вами, потому что у меня сейчас улайн-осперечная школа для взрослых, и нужно мне ещё чуть-чуть подготовиться, мы сейчас такой период начали тоже изучение уже нового завета, очень много всего прошли, ветхие, хромостроение, облачение, иерархия, уже 73-й урок будет у нас, больше года уже преподаю, но, знаете, удивительно, вот, наверное, я долго ждал этого периода нового завета, потому что, когда ты был в тех местах, тебе сугубо интересно это рассказывать, а когда сугубо тебе интересно, ты можешь этим заразить интересом, поэтому, вот сейчас у меня такой замечательный отрезок начался, когда мы начали новый завет изучать. вас благодарю за приглашение, прошу прощения, если что-то не так, мало давал вам говорить, это мой минус, обычно стараюсь больше слушать, меньше болтать. Вы наш гость, поэтому мы просто хотели вас послушать, поэтому спасибо большое, что согласились, что выделили время, спасибо большое. Спасибо, господи, вам супругам поклон, храни вас милосердно, Господь, Боже, благослови вам, и всем приветствую, дорогой, вам и вашим подписчикам, и всем верующим Господа, вам утверждение, а тот, кто только на первых ступеньках к Богу, не бойтесь, он вас любит и ждет, а никого не отвергнет, не бойтесь оступиться, он все равно протянет руку, чтобы вам помочь стать. Аминь. Аминь, спасибо, спасибо большое. Спасибо вам большое за то, что были с нами, спасибо большое, эфир, ну, мне очень понравилось, я вдохновилась, вот, всех вам благ, пишите под этим видео ваши комментарии, вопросы, и если есть еще какие-то вопросы, я думаю, что отец Константин еще придет к нам на эфир, чтобы пообщаться с нами, вот, всех вам благ, пока.